Всем доброго времени суток, друзья! Ой, давно у нас не было колоды этой интересной, с которой будем сегодня работать. Таро Панда. И вы можете на нее посмотреть обзор в плейлисте, где название обзоры колод. Просто плейлист на канале обзоры колод. Вы там можете ее посмотреть. Что-то я по ней соскучилась. Решила сегодня сделать на ней расклад, который будет называться «А как отреагирует на ваши действия задуманное лицо?» Вы можете загадывать любимого человека. Вы можете загадывать родственников, друзей, детей, кого угодно. То есть вот здесь вы можете загадать любое лицо, реакция которого вам будет интересна. И особенно если вы задумали уже какие-то определенные действия, вот здесь будет, конечно, интересно узнать, как человек отреагирует на то, что вы задумали сделать в его адрес. Или просто, может быть, вы вопреки его желанию что-то думаете делать. А может быть, вы собираетесь что-то сделать хорошее для этого лица. И какой-то сюрприз подготовить. То есть неважно. Здесь в любой ситуации вы можете загадывать просто, как отреагирует задуманное лицо на те действия, которые вы задумали. Или на те действия, которые вы решили совершить. Сегодня 8 вариантов. Что-то в последнее время в основном вот так и получается. По 8 карт, наверное, можно будет сделать для разнообразия на 6, на 7 вариантов. Наверное, так будет веселее иногда просматривать. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Вы можете загадывать хоть просто по номеру варианта. Хоть по рубашке карты, когда вас притягивает какая-то определенная рубашка. Хоть по порядку открытия карт мною. То есть здесь я открываю, как мне нравится аркан, и вы, соответственно, загадываете так, как вам это интересно. Для всех тех, кто впервые на канале, я всегда говорю, читайте описание под видео. Там есть определенная информация, которая вам может пригодиться. Итак, для тех, кто у нас выбрал восьмой вариант, мы посмотрим, как же отреагирует человек на действия, которые вы можете совершить. Вы знаете, ну, во-первых, для человека, даже если он, может быть, и ожидал приблизительно таких действий с вашей стороны, все равно будет внезапным то, что вы сделаете, так же, как и его реакция на ваши действия, тоже может быть внезапной. Вы можете внезапно обнаружить, что человек остался себе на уме. То есть во взгляде что-то изменилось, но человек вам не сказал всего, что думает, и спешно ретировался. Но здесь есть еще один интересный нюанс, интересный момент. Человек может, если вы его напугаете или очень сильно впечатлите, среагировать какой-то острой, достаточно ироничной шуткой и сказать что-то, что вам не понравится, что-то колючее. Поэтому подумайте, как сделать так, если вас интересует все-таки более мягкая реакция со стороны человека. Подумайте, как сгладить. Немножечко можно вот такую потенциальную реакцию, потому что для человека это может быть реально внезапно. Человек может просто, вы знаете, дернуться на месте, подпрыгнуть, как кошка, когда боится на всех четырех лапах. И для вас его реакция или ее реакция тоже может быть не очень приятной. Поэтому подумайте, как лучше для вас скорректировать ваши действия, если вас беспокоит реакция этого человека. Если вам все равно будет доволен человек или недоволен, то, естественно, можете поступать именно так, как вы хотите, особо не заморачиваясь над тем, как это будет воспринято. Для тех, кто выбрал седьмой вариант, он второй по порядку открытия. Вот здесь ложится карта, которая говорит о том, что, в принципе, вы знаете, в данном случае, наверное, с вашей стороны даже излишен вопрос, как человек отреагирует. Человек отреагирует как всегда. То есть, если вы делаете то, что вы уже делали когда-то и получали реакцию, ну, например, если вы не досолили борщ, и вам каждый раз говорится, что, ну, дорогая, опять ты сделала какое-то диетическое блюдо, а я бы хотел поперчить и поострее, и посолонее, да, например, то также человек и скажет в этот раз. Если вы делаете что-то новое, из ряда вон выходящее, то его реакция или ее реакция, в зависимости от того, кого вы, мужчину или женщину загадали, тоже будет повторяться. То есть, для вас ничего нового не будет. И если вы достаточно давно знаете человека, эта реакция будет для него стандартной. Если вы знаете человека недавно, то эта реакция тоже будет стандартной, просто вам еще предстоит ее изучить и иметь в виду на будущее, что примерно так, на подобного рода шаги всегда человек и реагирует. И на этот раз не будет ничего из ряда вон выходящего. Также человек может не показывать удивление и сказать, а, ну, я так и предполагал, что примерно то ты и сделаешь. Ну, и здесь уже, естественно, вам решать, стоит вам делать то, что вы задумали, не стоит вам делать то, что вы задумали. Это исключительно ваше право, но реакция вам уже приблизительно известна. Для тех, кто выбрал третий вариант, и здесь чудо, он третий по порядку открытия. И вот здесь ложится карта, которая говорит о том, что человек будет оценивать с чувством, с толком, с расстановкой то, что вы сделаете. Он постарается быть честным и объективным. Ну, насколько это у него получится, зависит от отдельно взятого человека, потому что в общем раскладе такие подробности не получится. Да, если просмотрят там 20 тысяч человек, например, этот ролик со временем, я не говорю, что это будет сегодня, но с течением какого-то времени, то не для каждого подойдет трактовка однозначная. То есть в индивидуальных раскладах дается уже более подробная трактовка именно для вашей ситуации. Здесь же мы смотрим для большого количества человек, поэтому мы можем говорить о том, что человек может стараться быть объективным. Более того, человек вряд ли будет очень ярко как-то выражать свои эмоции. Но если это хороший сюрприз, воспримет его достаточно сдержанно. Если это плохой сюрприз с вашей стороны, то он попытается найти в нем только лучшие моменты и только какие-то позитивные стороны. Но в целом какой-то очень жесткой реакции мы не видим. Однако мы видим, что человек может схитрить просто для того, чтобы с вами не поругаться и показать вам ту реакцию, которую вы от него ожидаете. То есть он попытается с вас считать, оценить, от чего ждете вы сейчас. И показать вам то, что вы хотите. Или достаточно сдержанную реакцию проявить и действовать в дальнейшем подпольно и переживать свои чувства внутри себя без того, чтобы показывать очень явно их вам. Для тех, кто выбрал первый вариант, он четвертый по порядку открытия. Ну вот тут, знаете, карта интересная. На вопрос, как отреагирует человек на ваши действия, никак он не отреагирует. Он продолжит делать то, что делал. Если он делал ничего, то он ничего и не будет делать дальше. Будет воспринято все как должное. И человек, вы знаете, больше будет зациклен на себе, на каких-то своих изменениях в жизни, нежели на том, что делаете для него вы. Или в его честь, или каким-то вот образом. То есть, в принципе, у человека реакция приближенная к нулю. Но если это не ноль, то очень-очень маленькие какие-то волны на поверхности. Потому что, если вы, допустим, купили платье, красиво оделись, хотели произвести впечатление, выходите, да, то будь вы в противогазе или нет, он просто спросит, не выщипали ли вы брови. Поэтому здесь, конечно, реакция будет такая вот, посредственная. То есть, она будет никакая, скорее всего. Здесь не будет активных каких-то действий. Здесь не будет той реакции. Ну, может быть, вы и ожидаете, то, что он будет бездействовать, или она будет бездействовать. Но в данном случае реакция нулевая. Реакция практически никакая. И реакция, которую нельзя назвать какой-то такой вот, знаете, очень плохой или очень хороший. Нейтралитет. Для тех, кто выбрал у нас шестой вариант, он у нас будет пятым по порядку открытия. Вот здесь вот ложится карта, которая говорит о том, что человек может заставить вас пересмотреть то, что вы хотите сделать. Или по результатам может заставить вас переделать все обратно, если его не устроит. То есть, здесь вы можете столкнуться не с базарной бабой, не с каким-то скандалом. Причем базарной бабой может быть и мужчина в данном случае. То есть, здесь так же, как рубаха парень для меня, что дама, что мужчина тоже может быть. Да, вот восприятие определенных личностей. Но это мое субъективное. Каждый оценивает, как он хочет. Здесь мы можем сказать о том, что человек может попытаться вас продавить. Если ему понравится, то он может даже свою заслугу поискать в том, что вы сделали. А если не понравится, то вполне возможно, вам придется перекрашиваться обратно в брюнетку. Несмотря на то, что волосы будут зеленые после осветления. То есть, человек может сказать, меня не устраивает, переделай, пожалуйста, то, что ты сделала. Или верни все, как было. Или перекрась свои красные стены обратно в фиолетовые. И здесь действительно вы можете ощутить с его стороны давление. Давление достаточно мощное. Щенячьего восторга вы не увидите. Если реакция будет позитивной, она будет скорее покровительственная. Если реакция будет негативной, то вас будут заставлять вернуть все обратно, так как было до того, как вы затеяли переделку. Для тех, кто выбрал второй вариант у нас. Давайте смотреть. Вы знаете, человек попытается вас остановить тоже. То есть, ваше действие может быть прервано в процессе. И здесь два варианта. Либо человек, ну, например, вы, я не знаю, хотите покрасить машину, переделать на нее документы. Он просто может поймать вас за руку, отвезти от этой машины и сказать, так, стоп, я сказал, ты этого делать не будешь. Либо человек может самоустраниться, если вы его будете привлекать и заставлять совершать какие-то действия. То есть, он может сказать, не, не, дорогая, это не для меня, это иди вот делай сама, я умываю руки, я ни при чем. То есть, либо остановят вас, либо остановятся сами и не пойдут вместе с вами для того, чтобы делать то, что вы задумали. Вот это нужно учитывать. То есть, если вы рассчитываете только на себя или если вы чувствуете в себе силу и мощь для того, чтобы преодолеть сопротивление задуманного человека, то тогда вы можете начинать то, что вы задумали. Ну, если нет, то, конечно, подумайте еще раз, надо ли вам делать то, что у вас родилось в голове. Да, вот чудо чудное, диво дивное. Для тех, кто выбрал у нас четвертый вариант, он у нас седьмой по порядку открытия. Вот здесь ложится карта, которая говорит о том, что человек воспримет нормально, человек воспримет с любовью, с добротой то, что вы делаете. И человек постарается вас понять. Если даже что-то не устроит, человек попытается с вами договориться и сказать, что, ну, может быть, можно было как-то по-другому. Давай подумаем, давай решим, что нам делать. То есть здесь вот какого-то именно самоустранения мы не видим, мы видим, что человек постарается вас поддержать, человек постарается как-то договориться, если все устраивает похвалить и укрепить вашу самооценку, если то, что не нравится делать, будет стараться вот как-то мирным путем решить этот вопрос, поговорить, договориться, какие-то нюансы предусмотреть на будущее. То есть здесь вот в принципе вариант хороший, хорошей достаточно реакции, даже если вы задумали то, что считаете будет не по нраву для задуманного лица. Ну и конечно к эп очевидности остался один вариант, пятый вариант, он восьмой по порядку открытия. И здесь ложится карта, которая говорит о том, что человек в принципе то, что вы сделаете, воспримет достаточно сдержанно, достаточно мудро, достаточно взвешенно. Если вы пойдете наперекор, но обоснуете, почему вы шли наперекор и что было не так вам, то есть что вас заставило вот сделать именно так, а не иначе, то человек вполне может воспринять ваши аргументы, если сочтет их важными и нужными. Если не сочтет их важными и нужными, то вы в принципе можете столкнуться с достаточно серьезной реакцией, реакция не скандального человека, но реакция человека, который может поставить вам ультиматум. Или просто мудро, ну знаете, вот если вы мелочь какую-то допустили, которая не понравилась человеку, он скажет, ну ладно, все люди слабы, у всех есть какие-то свои переживания, сделала и сделала, или сделал, ну и сделал. И пусть приходит в себя, да. То есть человек в принципе не склонен к продавливанию бульдозером прямо вас, но если он будет понимать, что у вас нет веских аргументов, что это просто какая-то ваша прихоть, что вы ее реализовали, особенно назло ему, например, то тогда человек может иметь с вами вполне серьезные разговоры, вполне серьезно может поставить вам палки в колеса, то есть сдержать вас. Например, если вы решили, сказали, все, я там уезжаю к маме, пошла брать, пойду позвоню другу, пусть он меня отвезет, там или родственнику. Человек просто позвонит родственнику и скажет, Вася, ты ее никуда не везешь, и вы никуда не уедете. То есть в зависимости от того, что вы решили. Если это что-то хорошее, доброе, то человек будет благодарен, человек может поощрить, человек может мудро действительно воспринять и спокойно то, что вы делаете. Не будет щенячьего восторга, но и не будет какого-то базар-вокзала, да, абсолютно дурного, в зависимости от того, что вы собираетесь делать. То есть все проблемы могут быть решены на каком-то взвешенном, очень взрослом уровне. Я желаю, чтобы реакции людей на ваше поведение, на ваши действия были теми, которых вы хотите. То есть если вы хотите сделать человеку сюрприз, чтобы он был рад, чтобы у него это вызвало восторг, пусть так и будет. Вот все, что касается доброты, все, что касается хороших реакций, хороших дел, пусть в этом вам сопутствует удача. Для тех, кто хочет получить личный расклад, вы можете писать мне в индивидуальном порядке все мои контакты в текстовом описании данного видео. Под данным видео всегда приятно, когда люди пишут то, как у них проигралось, какую карту выбрали, что случилось, если вот вы все-таки поступили, да, например, спустя неделю вернетесь к этому раскладу и напишите, что произошло у вас, какова была реакция все-таки человека на то, что вы сделали. Но опять же надо понимать, что свою судьбу мы творим сами. И если вы понимаете, что, например, вас человек остановит, если вы будете уезжать к маме, если вы ему об этом скажете, да, например, как по второму варианту может быть. Но если вы при этом ему ничего не сказали и сделали все тайком, да, и он ни о чем не узнал, то, естественно, вас никто и не остановил. То есть не забывайте о том, что наши собственные действия влияют на то, как складывается наша судьба и как развиваются дальнейшие события. Потому что карты Таро, я всегда повторяю, много раз говорила, еще раз повторю, это навигатор, который показывает наиболее вероятный ход развития событий. Но если при этом вы хотите, да, чтобы все изменилось, вы можете изменить свое поведение и как по навигатору начнет маршрут для вас рассчитываться заново. И тогда вы уже меняете свою судьбу. Я всем желаю удачи, я оставлю в прикрепленном комментарии ссылку на плейлист с общими гаданиями, которых на сегодняшний день около 400 уже в этом плейлисте, на любые темы, темы здоровья, финансов, магического негатива и прочие, разные другие моменты, естественно, темы отношений и прочее. И, конечно, вы сможете оставлять ваши идеи для общих раскладов, тоже есть специальное видео на канале, ссылку на которое я тоже оставлю в прикрепленном комментарии. Я всем желаю удачи, до встречи, до свидания.